всем привет дорогие друзья мы на подкасте спириту свиньи с вами как всегда я макс и я аня и сегодняшняя наша тема это на самом деле долгоиграющая тема среди нас я бы так это сказал ведь самый первый подкаст спириту свиньи который мы пытались записать и который вы никогда дай бог не увидите и не услышите потому что скорее он был в формате звукозаписи а не видео был как раз о фильмах дэвида финчера он был настолько плохо что мы даже решили его никуда не пускать это был такой как бы пилот пилота мы попробуем еще раз записать подкаст на темы дэвида финчера на тему его фильмов и этот подкаст будет разделен на две части мы расскажем про первые пять фильмов дэвида финчера а во втором который когда-нибудь мы запишем возможно нет будет собственно 2 часть ты мог бы пару слов сказать о самом авторе дэвид финчер весьма нетрадиционный режиссер он вообще начинал как создатель клипов у каждого режиссера есть такой момент за счет которого он повышает свою квалификацию например тарантино просто отсматривал все что есть чтобы это все скопировать режиссер типа нолана просто зачитал с умными книжками и пересчитать что он самый умный мальчик в классе финчер наловчился на том что он постоянно фигачил клипы для разных музыкальных деятелей там и в общем вы поняли что я ни хрена не разбираюсь музыки там дофига разнейших исполнителей вот они мы сегодня говорим не о его начале карьеры а уже состоявшемся состоянии когда он начал выпускать довольно всем известные фильмы для него как для режиссера есть несколько традиционных моментов мы их все будем разбирать на протяжении этих двух подкастов и посмотрим что он вообще за человек его описывают как довольно специфического режиссера он довольно строг в отношении с своими звездами и довольно непрост в общении как мы понимаем довольно незаурядная личность я предлагаю начать ну и для начала расскажем про одну вещь которая будет связана с этим подкастом мы не будем описывать все хитросплетения его фильмов да если вы хотите посмотреть фильм посмотрите фильм этот подкаст будет со спойлерами сразу предупредим этот подкаст будет вообще гулой правд у максимушка так что давай перейдем к первому фильму и так наш первый фильм 95 год фильм который называется 7 надо отметить что это не первый снятый фильм вообще первый снятый фильм был чужой 3 а это вот там где прекрасная почти лысый сигурни уивер вот этот вот чужой который ты описал буквально любые фильмы про чужого он такой он прям страшный там вы сейчас увидите то какой там был чужой и он был прекрасный потому что мне кажется что век нам очень странно очень странных делах был с него списан потому что у него такие глазницы и нос впал очень странный фильм возможно это объясняет почему дэвид финчер больше никогда в жизни не писал сценарий все режиссерские работы после это режиссерские работы сценарий к ней писал другие другие люди а к этому он был и продюсером и сценаристом и режиссером и видимо он про себя понял что сценариста он хреновый вкратце сюжет это рассказывает про двух детективов они находятся в неком безымянном городе один вот-вот выйдет на пенсию наконец-то заживет нормальную жизнь а второй молодой юнец брэд пит который так и рвется в бой и перед ними стоит следующее дело некий маньяк убивает людей каждый день с тем что отмечая каждое убийство как один смертный грех похоть голод жадность тоже очень плохое чувство ну в общем все эти люди каждый день они убивают каждый день преступления каждый день наши бравые солдаты пытаются выяснить наши бравые детективы пытаются выяснить а что собственно говоря происходит вот здесь творится да какого хера здесь творится расскажи пожалуйста когда ты первый раз вообще посмотрел фильм 7 я посмотрела фильм 7 наверное первый раз мне было лет может 14 на меня произвело впечатление но больше мне конечно понравился кевин спейси шикарный мужчина кстати к этому есть один очень интересный факт что кевин спейси когда только заключал контракт с дэвидом финчером он вообще не хотел никак участвовать в промо фильма как вы знаете наверняка в старых фильмах обычно титры показывались до самого действия то есть так главные актеры привлекались за счет того что начали показать брэд пит начале показывается глинит пелтром так вот спейси запретил чтобы его как-либо указывали в титрах почему потому что спейси к тому моменту уже сыграл довольно много всяких мудаков злодеев и так далее и понял что как только его покажите то все сразу понятно кто убийца прикольно понравился дуэт брэда пита и моргана фримена то и они хорошо играют то есть там прям можно и белая шоколадка да да еще глинит пелтром было его женой женой брэда пита они были женаты они были в отношении вот это половые отношения вот это все там была история что на самом деле глинит пелтром ты не хотел сниматься нахер и это дэвид финчер упал но наш вообще как только ее спрашивали какую-то роль она такая я не хочу нигде сниматься я хочу продавать свечки для вагин не свечки для вагин продаются в аптеках максим она продает свечи с запахом вагинах это конечно все по правилам гранди но тогда они встречались брэд питт и глинит пелтром и она очень не хотела вообще сниматься дэвид финчер пошел на режиссерскую хитрость так называемая режиссерская смекалочка он подошел к брэду питту сказал говори жену бабу свою сюда привел и начала у меня клеится ну и за счет этого там получилась такая химия в самом фильме что достаточно сильно видно что глинит пелтром и брэд питт действительно в отношениях в тот момент это выглядит на картинке очень симпатично вот из таких супер интересных фактов сценарист был в ужасно подавленном состоянии когда писал потому что после выпуска из университета он че нескольких лет не мог найти работу ну в принципе ты видишь очень многие страшные образы которые это просто вообще довольно мерзкий фильмец надо отвратительный там вот это вот как вот мужчина закормленный ужасный толстый там же был по моему вот этот парень который наркотой увлекается мы не рекомендуем также была абсолютно жесткая эта сцена что он же там не умерший при этом у него там выкнута куча шприцов но он же не не мертв и он оживает это по-моему единственная жертва которая выживает в конце расскажи мне пожалуйста как те концовка фильма все довольно часто спорят во-первых что в коробке вот и на бокс вот и на бокс чем не прямо это сказать давай возможно причина почему они все-таки разошлись как бы знаешь как когда когда тебя уговаривают сняться в фильме для того чтобы в конце показали твою голову в коробке это думаю такое короче в коробке башка женщина которая продает свечи с запахом ваги и кстати очень нравится что она обсмеяла это в какой-то из хэллоуинов и она реально нарядилась что у нее была коробка на голове я очень запомнилась игра брата пита потому что он действительно рыдает по нему прям видно что эмоции бьют через край и не в том смысле что они настолько перебивают что он начинает плохо играть он как раз идеально играет эти эмоции ну и конечно кевин спейси мне очень в этой сцене нравится потому что он ну он такой холоднокровный мудак просто причем больной другое дело что морган фрейма в этой сцене по моему сосет он стоит и стоит ну типа супер такое я правосудие блять вот такое-то убивать плохо и ты такой ну да старый черный человек действительно плохо ну то есть понятно что должен быть какой-то треугольник и третье в этой сцене в любом случае нужен то что героев трое принципе весь фильм ну и все идет к тому что он должен сбыться должен седьмой грех который ярость на самом деле они в какой-то момент вообще мне кажется планировали что там должно быть три концов я не знаю сколько них успели снять была такая концовка что во время пожара в церкви милс пропит и долл кин спейси погибают была такая идея что морган фреймон убивает долл и было идея что милс убивает долл собственно которая у нас сейчас происходит но там было еще довершающая концовка что потом морган фреймон убивает милса что типа при исполнении полицейский сошел с ума тоже надо еще учитывать что типу фильма 33 миллиона бюджет при таких-то мастодонтах троих на экране и при этом собрал он сколько там 327 миллионов то есть это типу охренеть как окупился 33 против 333 чтобы понимали всем чтобы окупился это надо в троечку выйти то есть три окупаемость фильма 3 окупаемость рекламы еще одна это прибыль всем остальным ну что переходим к следующему фильму надо еще отметить я забыл сказать в предыдущем фильме что на самом деле моя любовь дэвиду фитчера началась с того что я на своих выпускных экзаменах делал плакаты серию плакатов по фильмам дэвида фитчера вот они все там была довольно интересная идея что сначала посмотрел как раз фильм 7 и мне так понравилась эта история загадок что в самом плакате зашифрованные кто является джоном доу что-то типа джон доун это кевин спейси и так далее написано как бы на такой задней части плаката что даже никто его и не заметил если не приглядываться и написано пяти разных языках в стиле вот этих лоптиш на вот а игра это любимый фильм моего отца и любим фильм моей мамы они же близнецы не по знаку зодиака близнецы сейчас будешь раскладывать натальную карта да 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 и судя по всему дэвиду фитчеру пиздец надо вести себя лучше да надо вести себя лучше помнишь ли ты свой первый просмотр игры да мне мама показывала меня очень сильно впечатлил стиль там это то что сейчас называется в когда все в таких дорогих костюмах очень такого 70 очень дорого что очень смешно потому что фильм ты 97 года это же уже давно прошедшая эра тогда расскажи о чем фильм если вкратце то фильм об очень успешным человеке которого зовут николас ван ортон какой-то момент на его день рождения его брат если я все правильно помню он дарит ему ну подарок билет на участие в какой-то игре ему обещают что игра вернет освещение вкус жизни и так далее потому что у него все есть он невероятно богат у него все супер когда он начинает играть он постепенно начинает понимать что это все всерьез а с ним происходят довольно странные вещи и пытаются убить например его преследуют и он не очень понимает это все игра или это всерьез но это как бы и есть сам базис но вот мне кажется что у него была такой некий челлендж как сделать из прекрасного майкла дугласа его обожаемого он же весьма неприятная личность в этом фильме майкл дуглас вообще не особо приятный человек но в этом как приятно да например он первым же его делом является закрыть издательство которую поддерживал его отец или там как потом брата знаешь он же явно не особо рад его видеть в этой сцене когда там брат появляется и он так потому что брат неудачник типы не заработал столько сколько заработал он мне особенно нравится что в изначальном сценарии у него был не брата сестра и должна ее было сыграть прекрасный джуди фостер в итоге там все не срослось ну и в итоге играет шон пэн его прям фенчер пока тут сколько надо его пока это только и надо да все остальное все никакого шона пэна знаешь это достаточно специфическая вещи для режиссера и для сценариста как тебе продержать персонажа который не особо симпатичный на протяжении всего фильма не меняя его как персонажа то есть он все равно должен остаться ну неприятным человеком да но при этом он должен все равно каким-то образом расположить себе зрителя это достаточно интересно как именно в игре давид финчер работать с тем чтобы расположить этого героя к себе среди мне кажется что там работает такая штука что поскольку на самом деле стандартная вещь например которую начать происходит в диснеевских ремейках например у нас есть фильм малифисанта в котором играет анджелина анджелина сначала нам показать малифисанта как не особо приятного персонажа злобную ведьму а потом оказывается что она не такая злобная на самом деле и и все неправильно поняли и это та же самая штука что у них и скрыла девиль и вот это стандартная проблема всех вот этих фильмов что у тебя надо рассказать про злодея но особо как про задеть и не хочется рассказать потому что ну блять это стараться надо это надо типа думать о том как сделать персонажа чтобы он казался более-менее злым но при этом приятным и он был главным героем жрать уже хочется и напиши его хорошее сделать он спас котенка он не по и о его не поняла общество он святой до майкл дугасу похер понял его обществе или не понял и количество неприятностей которые с ним происходят нас фактически заставляет его полюбить потому что он проходит через какое-то дерьмо когда он оказывается в гробу в мексике так где-то ли где он там оказался это же полная то саджи рельта в белом костюме идет по пустыне все дела он настолько хорошо прописан что у тебя не возникает ощущение что это персонаж ты можешь поверить то что есть такой реальный человек и из-за того что вот вся эта жопа происходит с реальным человеком ты как-то себя с этим ассоциируешь и конечно начинаешь ему сопереживать чего очень не хватает в современных фильмах как мне кажется потому что сейчас да даже у финчера отсылаю вас к нашим к нашим следующим эпизодом то что мы можем смотреть от него сейчас ну даже там условно какая-нибудь исчезнувшая которую я очень люблю вот в игре ты веришь ну что этот человек есть что это может быть реальная история а дальше градус градус пиздеца извините пожалуйста он настолько нарастает других фильмах следующего и в нынешнем ну вот в кино 20 2023 года в принципе что ты перестаешь верить в то что такой человек мог бы существовать вообще никоим образом не ассоциируешь себя с героем тебе может быть жалко например котеночка или тебе может быть жалко человека что он потерял там не знаю жену ребенка окей где может быть теоретически его жалко но ты не будешь сопереживать персонажу потому что он настолько хорошо прописан что ты веришь в его существование нет connection и между тобой и героем между вами все равно экран и так с наш следующий фильм бойцовский клуб ладно окей хорошо просто скажи мне почему он произвел на тебя такое впечатление что ты довольно большую часть своей жизни начал просто не базырует по vários это все токсичная маскулинность это все токсичная маскулинность примеси самый сил гомосексуальности все-таки хочешь шубу как у дидже надо да но все-таки все этих этажа начинается ты сможешь на талиру д how soon a press смотришь на все остальное такое понимаешь что нишу допустить и никогда не сможешь себе позволить. Да, и такое... Потом начались раздвоение личности и погнали его. Суть сюжета рассказывает нам о том, что существует очень невыспавшийся человек, как все мы. И он... Эта история обо мне есть. Да. Он никак не может уснуть. Он постоянно ходит на группы поддержки, чтобы просто поплакаться в большие сиськи большого боба. А чем они были набиты? Опилками. Опилками? Да. Прикольно. Да. Какая прелесть. Представляешь, как ему 45 килограмм на себе тащить вот этих все было? 45 килограмм! Ну, это же должно выглядеть все-таки как-то профессионально. Как сиськи. Ну, да. В какой-то момент у него появляются два персонажа. Это его друг Талер Терн, который варит мыло. Впоследствии производит из него еще и динамит. И Марла, которую играет несравненно Хелен Барон. Очень большая часть всего процесса происходит как вечное болтание рассказчика с самим собой. То есть он вечно жалуется на свою жизнь. Ах, меня мама с папой недолюбили. Ах, Талер спит с девушкой, которая мне нравится. Меня опять побили в бойцовском клубе. Да, в какой-то момент, как самые настоящие пацаны, они организуют махать. Школа на школу, так называемый. Когда бьешься до первой крови на асфальте. Это нормальное слово пацана, а не здорового человека. Да, а не курильщика. Спойлер. Талер Дерден и рассказчик, которого, кстати, по комиксам называют Себастьяном, блять. В общем, Чак Паланик выпустил в какой-то момент продолжение. Комикс. Бойцовский клуб 2 и даже есть Бойцовский клуб 3. Это невозможно читать. Это просто отвратительно. Это так отвратительно. У меня все забито комиксом. Любой, кто был у меня дома, знает, как у меня все забито комиксом. Это невозможно читать. Это просто отвратительно написано. В принципе, когда Чак Паланик что-то пишет, это же довольно сложное чтиво, на самом деле. Если кто-то из вас пробовал, когда им читать Бойцовский клуб, он знает, что это очень тяжело, это очень неприятно, это вообще специфическая вещь. Но Паланик в основном в моей средней школе Паланика любили за то, что он писал ужасно отвратительные вещи. Ну, как бы он прям вот смаковал всякое говно в прямом смысле этого слова. Мои одноклассники любили его именно за это. На самом деле, мне кажется, эта часть романов, которые издаются в то время, они с каким-то прям настырным, блюдушным способом описывали, что происходит вокруг книг. Вот, например, здесь у нас лежит книга «Американский психопат», которая не имеет никакого отношения к Дэвиду Финчеру, но там есть похожая штука. Просто тебе хочется какой-то... Только по говной было. Да, перестать это читать. Ну, это невозможно. Это просто какая-то фигня. И сам Чак Паланик говорил, что «Бойцовский клуб», который был снят, это улучшенная версия его романа. Так должно было быть. Мне очень нравится такой подход. Писал довольно... Специфический. Специфический роман. Потом по роману сняли фильм. Это такой... Да. Вот, знаешь... Я хотел сказать вот это. В коем-то веке, да, как бы, да, я хотел сказать именно это. Мем с Ди Каприо. Вот. Вот я, я. Я. Это мое. Во-во-во-во. Видишь, вон я. Да. Отлично. Вот, замечательно. Это то, что я хотела сказать. Какой я молодец. Кстати. Отвечая на твой вопрос, почему этот фильм произвел на меня такое большое впечатление, там есть одна очень крутая сцена. В какой-то момент Тайлер залетает в магазин, берет на ствол продавца и говорит, что, типа, кем-то мечтал стать. И продавец такой, я, типа, хотел быть ветеринаром. Тайлер забирает у него права и говорит, если ты, типа, не станешь ветеринаром за 4 недели, то я найду тебя и грохну. Вот это произвел на меня самое большое впечатление. Ты поэтому не получал права? Да. Потому что никогда нельзя давать людям лишний способ до тебя дотянуться, конечно. Какое у тебя ощущение от этого фильма? Этот фильм настолько культовый и настолько разобран на цитаты. Еще этот кадр, там, где они держатся за руки, глядя на то, как взрываются небоскребы. Мне больше нравится начало истории. Когда он начинает сходить с ума. За этим интересно наблюдать. А развитие, как себя нарочито, претенциозно ведет Тайлер Дёрган, который на самом деле, ну, больше пусика, чем Джаред Лето, которому они рожь бьют. На самом деле, как бы, Тайлер Дёрган претенциозная пучка. Потому что он такой, я буду трахаться и носить шубу, и еще подстригусь на лысо. А еще я буду варить мыло. Но я буду варить мыло не так, как это делают просто. Понимаешь? Я буду воровать жир. Я буду воровать жир. И жир я буду воровать не с фабрики по производству, там, бекона, я не знаю, а именно из клиники липосакции. Я бы сказала, если честно, мне кажется, подходит слово гламурный. Это, кстати, очень интересная мысль, что то, что тогда снималось, оно реально в какой-то момент подходит чем-то под вот это ощущение начала нулевых. То, как они одеваются, то, как они в какие-то моменты, вот эти псевнофилософские разговоры, это прям очень напоминает эпоху гламора. Против чего мы воюем? Против финансовой системы. Вот это вся фигня. Класс. И при этом, что дорогущая шуба, извините. Да, да, да. Но это как бы еще и развитие глобализма в общем смысле очень под это как бы ложится. Вот это кино, как сумочка Барби. Оно блестящее, оно яркого цвета. Это стало мейнстримом, эти идеи. Вот, да. Это то слово, вокруг которого я как раз и крутил все это. Никого уже не удивишь трусами от Кельвина Клайн или крылышками ангела Виктория Сикрет. Ну и у Виктория Сикрет сейчас уже так пали продажи именно из-за того, что они, например, не признавали эту часть. Они не держат просто, они не держат волну, условно говоря. Мода прошла, мода на очень худых с большими сиськами, настала мода на разнообразие и толерантность. Значит, одна из самых спешитых вещей, что сделали на этом фильме, в какой-то момент после секса Тайлера, Дёрдена и Марла, он ей говорит, давай ты сделаешь аборт. Продюсеры сводились за голову, типа, господи, куда мы это вообще впендюрим? Они тогда, хорошо, мы меняем фразу, на следующую вы 100% соглашаетесь. И они такие, ладно, ладно, мы готовы. Следующая фраза была, меня так не трахали с начальной школы. Они такие, блин, ну это, конечно, поменяли. Какой у него был бюджет? Бюджет 63, сборы 100. Ну, в общем, всё очень грустно. Если учитывать, что сборы 100 это по всему миру, то, значит, в своём прокате он не собрал ни хрена. Ну что, переходим тогда к следующему? Да. Следующий фильм у нас «Комната страха». Почему мы обсуждаем «Комнату страха»? Мы не обсуждаем «Комнату страха», потому что мы её не смотрели. Вот так, как я видел, мы подготовились к подкасту. Без «Комната страха» у нас нет никакого мнения по самому прибыльному фильму. Это его самый прибыльный фильм? В сравнении с бюджетом, да. Ну, что я тебе могу сказать? Мы маргиналы. Да-да-да, я даже плакат на эту тему и не делал. Серьёзно? Да, у меня нет в «Комнату паник». Потому что ты реально просто решил, да ну нахуй не буду смотреть. Да, нафиг чужого и паник руб, всё. Я чужого хотя бы посмотрела. Да, я тоже в итоге посмотрела. Я менее уродчивый. Конечно, конечно. Ну что, ребят, тогда переходим к следующему фильму. Да. Итак, следующий фильм у нас. Зодиак. Какая невыносимо скучная поебень. Потрясающий каст. Да, каст это просто. Роберт Дамин, Джейк Джилленхол, Марк Руффало. Да, Марк Руффало. Просто все. То есть, прям Марвел. Вот тебе готовый Марвел на 10 лет раньше, чем он вышел. И ты такой, ёлы-палы, боже мой, какой ужас. Как же плохо. Как это занудно, боже мой. Это было ужасно затянуто и безумно занудно. Просто невозможно на это смотреть. Чтобы ты понимала, когда ему принесли сценарий на 300 страниц, он не решил никак лучше эту проблему, чем прийти к актерам и говорить, говорите свои реплики чуть более быстрее, чем обычно. Серьезно? Да, потому что это невозможно. Если бы они еще и нормальных говорили, то это был бы полный атас. Но, с другой стороны, вот задумка-то хороша. Расскажи, в чем цель, собственно, со всем этим делом? Что, в чем сюжет? Это люди, которые работают в редакции, если я все правильно понимаю, одного СМИ. И они пытаются разгадать тайну серийного маньяка-убийцы, по которому, ну, кодовое имя, условно говоря, у него зодиак. Он оставляет, типа, письма, подписанные так, что вот тут был зодиак. И, собственно говоря, история рассказывает то, как они его пытаются найти. Ну, пытаются разгадать эту тайну. Кто же такой зодиак? Если я не права, поправь меня, пожалуйста, потому что я его смотрела довольно-давно. Я тоже довольно-давно смотрел. Я просто помню, что он был жутко тягомотным, когда я писал местный ЕГЭ под него и выписал эти плакаты. Я просто не мог вынести. Такая скучная херобория. Хотя, на самом деле, история, ну, то есть... Ну, во-первых, это первая история, которая основана в нашем списке на реальных событиях. И, по-моему, это последний раз, когда он основывал что-либо на реальных событиях. А, Мунк еще. А бойцовский клуб. Да, бойцовский клуб. Это настоящая история становления финансовой системы США. Ну, история сама по себе должна была быть, могла бы быть интересной, потому что это действительно реальный маньяк, который существовал. Вы, кстати, так и не нашли. А его... Мне кажется, был какой-то прорыв. Не так давно. Они после начала фильма открыли заново дело. Они после выхода фильма, да. Несколько лет назад, вроде как, какие-то добровольцы, которые периодически были закрыты... А, и друг Райм подкасты, вот эти все. Да, 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 да. Они вроде как что-то раскопали потенциального там кандидата на эту роль. Но проблема в том, что он, по-моему, уже помер. Мне нравилась реакция сценариста на свое творение этого фильма. Он в какой-то момент... А, мне нравится, да. В какой-то момент он сказал, что я теперь понимаю... После того, как я написал сценарий, сценарист сказал, я теперь понимаю, почему моя жена со мной развелась. Ведь бы он был таким же, блядь, нудным, как и этот фильм. Вообще, мне очень интересно, почему Финчер за это взялся, потому что это реально занудная история. Ну, то есть, она написана занудно. Мне кажется, тут сыграла еще одна очень ключевая черта Финчера. Люди описывают как очень дотошного человека. И он хотел, чтобы все там было, как вот оно было в реальности. Просто он чрезмерно ушел вот. Надо все по секретным документам. Ну, как можно фильм с Робертом Дауни-младшим сделать так, чтобы он был неинтересно смотреть? Это же, блядь, Роберт Дауни-младшим. Он не главный ролик. Ну, как можно это сделать? Он же человек-фонтан. При том, что есть примеры журналистских расследований, ну, фильмов художественных. По крайней мере, один, Спотлайт. Да, вот. Кстати, очень советую. Вот, смотрите, ребят. Вместо того, чтобы смотреть Зодиак, смотрите Спотлайт. Обалденная штука. Фильм про то, как группа журналистов расследует то, что священники расслевают детей. Обалденно. Очень круто. Очень симпатично. При том, что там пять, по-моему, главных фильмов. Майкл Киттон. Рэйчел МакАдамс. Рэйчел МакАдамс. Все пацаны. Кстати, по-моему, Марк Руффло. Марк Руффло. Вот, понимаешь, ты можешь сделать, чтобы у тебя Марк Руффло был хорош. Марк Руффло. Человек, который через каждое слово делает вот так вот. Как бы. И, тем не менее, отличный фильм. И там замечательно рассказаны истории, которые действительно, он тоже основан на реальных событиях. Они действительно раскрыли дело. Причем, ну, как бы, с католическими священниками всегда сложно, потому что их очень оберегается. Но им удалось надавить и раскрыть там более, там, ста, по-моему, случаев. И подтвердились не все. Но, тем не менее. Это очень интересный фильм, который тебя весь фильм держит в напряжении, несмотря на то, что там нет ни от того убийцы. Там есть просто люди, которые борются с несправедливой системой, пытаются вывести на чистую воду преступников. Мне кажется, там еще была проблема в том, что они вообще ничего не рассказали про Зодиака. Ну, потому что про него ни хрена не известно, и они ничего не рассказали. А потому что надо действовать все по секретным документам, и в результате, что у тебя злодей такой, он не страшный, не выходит из сми, он просто такой... Он где-то. Ну, что-то он там ковыляется, ну, мы расследуем. Нет, наверное, с точки зрения реальной журналистской деятельности, этот фильм показывает более чем прекрасно. Но, честно говоря... Ну, то есть всем желающим поступать на факультет журналистики... Посмотрите фильм Зодиак и откажитесь от этой идеи поступать на журналистический факультет. Сколько там сбора? Все очень плохо. Бюджет 65, сбора 84. Зритель сказал свое слово, понимаете? Зритель тебе сказал, ну, куда ты 300 страниц сценарий-то написал? Ну, алло! Чтобы вы понимали, одна страница, это одна минута фильма. Тисси, ну, это невозможно. Я, мне кажется, даже не досмотрела до конца. Вот, ну, и тут открывается еще одна часть, любимая часть Дэвида Финчера. Это снимать одну и ту же сцену по 500 дублей. Почему? Потому что Дэвид Финчер не любит, когда актеры импровизируют. Он старается из них выбить все это импровизаторское дерьмо. Ему надо, чтобы они сыграли ему так, как он хочет. Ты тут вздохнул три раза и пёднул один, а надо было наоборот. Наоборот. Вот, например, в какой-то момент он сумел взбесить Роберта Дауни-Матшева, что, я думаю, что не особо большая проблема, но он взбесил его количеством дублей. Что в какой-то момент... 50? Да, что у Роберта Дауни-Матшева даже, как он выразился, не было времени убрать дерьмо за собой в своем трейлере, потому что тупо не хватало ни на что времени с этим 50 долларов. Чтобы мы понимали, дорогие телезрители, нормальные съемки большого фильма длятся, ну, зависит от места, но обычно до 90 дней. Может быть 100, но это уже там это. Это без спецэффектов, просто съемки фильма. У Финчера они обычно длятся 100, 130, 150. Блядь, я не понимаю, где он на это деньги находит, типа, серьезно. У него фильмы убыточные. Да, и он каждый раз такой, я на самом деле гений, меня все признают как гений, и ты признаешь его как гений, но зараза, почему-то 150 дней-то... Ну, это невозможно. Да, ну, просто атас какой-то. Мне кажется, его уже убить должны были хотеть. Я думаю, что многие актеры хотели, но у него же вечно эта проблема, что от него отказываются. То Брэд Питт не хочет, у него больше 20 лет, или Портман, и в общем... Я могу это понять. И только с Гарри Олдманом можно нормально как-то договориться, потому что он такой же как... Минус на минус как-то издает. Издает. Дает, хороший фильм. Говно какое-то. Нет, ну, не говно, я имею в виду то, что в плане взаимоотношений, скорее всего, это довольно сложный процесс. Ну что, поехали на последний фильм в этот раз. Следующий будет следующий в серии подкаста. А последний фильм у нас на сегодня это... Бенджамин Бартон. И его загадочная история. История. Леденящая кровь и другие места. Расскажи мне, пожалуйста, про что сюжет. Я вздыхаю, потому что это, наверное... Ну, для меня это самый нехарактерный фильм Финчера, который очень сильно, в моем понимании, выбивается из всей камни. Который родился стариком, и на протяжении всей его жизни он молодеет. Родился он в начале 20 века. Что интересно в Новом Орлеане. Почему что интересно? Мне кажется, что очень многие люди, в том числе, особенно американцы, почему-то считают Новый Орлеан место магии, мистики. Ну, по крайней мере, в американской культуре я это довольно часто встречаю. Там в массовой культуре сериалов, фильмов. У них Новый Орлеан это место такой магии. Ну, в углу. Типа в углу, да-да-да. Может, потому что там джунгли и вот эти все болота. И это играет... Испарение. Да, и это играет свою какую-то роль вот этого такого очень опасного места, но при этом завораживающего. Да, и магического, потому что просто так, ну, не мог родиться человек возраста 80 лет. Ну, то есть он не взрослый родился, он родился младенцем, но очень старым младенцем. Как будто бы он уже вот глубокий старик. И на протяжении всей своей жизни он младенцем. И умирает он младенцем. На руках у своей возлюбленной... Кейт Блансон. Кейт Блансон, да. О, боже, Кейт Блансон. Я могу тебе ответить, почему этот фильм тебе кажется неспецифическим для Дэвида Финчера. Так. Я тебе опишу другого режиссера, а ты сейчас поймешь, о ком я говорю. Итак, этот режиссер очень любит захватывающие приключения. Как по-чешски выражается, добро-дружествит. И он использует много CGI. Кто этот человек? Наверное, Стивен Спилберг. Да, Стивен Спилберг. Потому что Стивен Спилберг изначально планировал в 90-х годах снять этот фильм. И мне кажется, что очень большое количество наработок осталось от него. Интересно, почему вообще Финчер взялся за этот проект? Это вообще на него не очень похоже. Кстати, в главном роли у Стивена Спилберга должен был быть Том Круз. Прикиньте, как бы это было. Старый Том Круз, ну понимаешь, как бы там нечего в голову задать. Невозможная техника бы глючила, когда пыталась бы составить Тома Круза. Я воспринимаю этот фильм, честно говоря, потому что, да, история, но она такая, вот именно за это я не люблю Спилберга. Вот это натянущееся приключение. И мальца слащало. И мальца очень слащало. Ну да, это очень такая, ну это мелодрама. Да, это... Честно. Мне кажется, что Финчер тупо отрабатывал все технические возможности на этом фильме. А, в смысле, фильм, на который тратили 5 часов Брэда Питта. Да, всякие техники, когда его там омолаживали, типа в первой части фильма вообще это нарисованная голова Брэда Питта. И мне кажется, он просто тупо отрабатывал технику, как это все можно сделать и снять какой-нибудь там худо-бедно-приличный фильм. А, кстати, собрал ли этот фильм? И на удивление, people have it. 150 миллионов в бюджет, 333 и 3 ведра сборов. Неплохо, ну отбились хотя бы. Ну он окупился. Окупился. Тебе самому-то история-то нравится? Нет. Мне тоже. Фигня какая-то. Да нет, ну красивые актеры. И история очень миленькая, но я не знаю, я не вижу в этом никакой особой прелести. Мне кажется, с этого фильма началась вот еще одна история. Вот Брэда Питта, который ушел от этого бэтбоя, амплуа, и начал приходить вот в это амплуа бати для всех. Да, дальше уже началось вот это все про бейсбол, про древо жизни, вот эта вся херня, что он такой, типа, любящий отец и вот это вот все. А как ты с такой женой поиграешь героя-любовника с другой стороны? Да, да, да. А с другой стороны, то, что он сейчас пытается сделать, это типа он вернулся, но видно, что он уже немножко никуда. Буллет Трейн это все еще хорошо, но это уже не Мистер Смит, это скорее уже дед сражается на полях войны, давно прошедший вдали. Нет, он все равно выглядит намного круче, чем большинство актеров в этом Буллет Трейн, но все равно. Ты уже просто понимаешь, что с ним ты уже не снимешь там 14 друзей Оушена. Он уже ушел от этого, от амплуа вот этого, немножко раздолбая. Он больше не раздолбает, мне кажется, вот на этом фильме у него закончилась немножко вот эта его раздолбайская натура. И началось... Все по-серьезному, все по документам. Ну, кошмар. Да. Очень, очень ему сочувствую. Хотя, может, это и правильное развитие карьеры, не знаю. А, дальнейшее развитие карьеры Дэвида Финчера мы обсудим в следующий раз. А также расскажем, какой из всех фильмов Дэвида Финчера является нашим любимым. Оставим некую интригу. Ребята, оставляйте комментарии, подписывайтесь, вы все знаете. Не забудьте поставить на колокольчик, потому что скоро выйдет вторая часть. А пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова